Покашеварим здесь, зоны обвязали, расскажут всё, как есть, кастись и копейки, уйдет ругаться и кидать поставки, мы суждём только хорошие доставки. Всем привет, народ! Вы на канале Покашеварим. Сегодня воскресенье, сегодня обзорище традиционное. И, значит, я сейчас в последнее время, но учитывая, что, блин, ну огромное количество доставок перешли на агрегаторов, то есть там Delivery Club, Яндекс Еда, FoodFox, да, я начинаю уже искать доставки, которые возят через агрегаторов. Вот сегодня мы через одного из них нашли, значит, ребята, это просто цепануло, капец, называется чебуреки и манты, заказ от 1000 рублей, и всё меню, вот абсолютно всё меню по 60 рублей. И чебуреки, и манты, и булочки, и фигулочки, и напитки, всё по 60 рублей, но есть определённый обман. Соусы по 30. Вообще, ну то есть, ну это реально, что будет, самое, наверное, дешёвое. Мы даже в Чебуречной СССР, по-моему, по 80, по 100 рублей чебуреки брали. Я уж не знаю, какого здесь качества, но они заявляют доставку, находятся они, по-моему, в Капитолии, судя по описанию, это на Ленинградке. Ну, то есть, это не глобальное место, это локальное место, но жители Москвы, в принципе, теоретически туда могут доехать. В общем, меня заинтриговало, мы сделали заказ, который еле набрали косарь, серьёзно, чтобы доставку сделать. Ну вот, нам перезванивали, сказали, нет плова, на ломаном русском. Всё это так вот, всё это очень, очень странно, я не знаю, что сюда сейчас приедет. Но зато я точно знаю, что с сегодняшнего дня до 20 июля в компании Cheesecake.ru по промокоду покашеварим 7, покашеварим с цифркой 7, неспроста. Напишите в комментариях, почему именно такой промокод. Будет действовать офигенная акция Cheesecake.ru. Любимый спонсор, обожаю про них рассказывать, серьёзно, потому что, во-первых, вам куча ништяков, а во-вторых, они мне привозят для того, чтобы вам показать, какие будут ништяки, привозят эти самые ништяки. И, в общем, суть акции заключается в том, что по промокоду у вас скидка 40% до 20 июля. И в подарок тарталетки малиновые. Да, мы обсуждали, мне написали, типа, может, какой-нибудь другой подарок сделаем. Потом пришли к выводу, что малиновые тарталетки это топчик. Вот лучший в мире подарок это малиновые тарталетки. Так что заказывайте. А после 20 июля, к сожалению, тарталетки подзакончатся. Это как факт, они заканчиваются, да, потому что вы активно пользуетесь и промокодом, и заказами у них. Но скидка останется, скидка останется. Отличные правила. Все эти правила в описании. Промокод, если вы вдруг не запомнили, покашеварим с цифркой 7, тоже в описании. Переходите, заказывайте и кушайте вкусные десерты от cheesecake.ru. Ну, а мы ждем пока под большим вопросом манты, хинкали, что там, чебуреки с доставкой. Чебуреки с доставкой. Ты, блин, надо запретить на уровне закона, я считаю. Сейчас приедет месиво. Так, итого нам все доехало за час сорок. Вот в таком формате, смотрите. Чебуреки и манты возят в таких коробочках. Без приключений не получилось. Так, здесь у нас слойки всякие по 60 рублей. Сейчас тоже посмотрим. Вот отдельный прикол у них это описание меню. У них на сайте, ну, то есть манты и чебуреки, это манты и чебуреки. Там понятно, манты с этим, манты с этим, чебуреки с этим, чебуреки с этим. У них просто есть газировка в банке и газировка в бутылке. Уточнять у тебя, какую конкретно газировку ты хочешь, у тебя не будут. Тебе рандомно привезут лимонад. Я не против лимонада. И тебе рандомно привезут, например, фанту. Ну, видимо, это так устроено. То же самое с салатом, например. У них есть раздел салаты. И в разделе салаты есть просто салат. Это прекрасно. Это прекрасно, я считаю. Вообще, никакой демократии. То есть, ну, просто салат. Там нет цезаря, там нет овощного салата, летнего, еще какого. Там просто салат, короче. Я не знаю, мы заказали или нет его. Ну, давай попробуем. Ну, в целом, я думал, будет вообще по-фриковому как-то довезется. Но нет, смотри, коробочки нормальные. Упаковка такая. Крафт, люкс. Ну, чебурек, кстати, там прям так и лежит. И вот, кстати, смотри, я такие пакеты вижу в первый раз. Там лежит просто чебуреки, видишь? Причем, ну, довольно нормальные чебуреки. За 60 рублей, смотри. Чебурек не хуже, чем в чебуречной СССР. И вот здесь вот пакет, я не знаю, видно будет на камеру или нет. Изнутри как бы он про, ну, полиэтилен, прополиделенин. Вот, и они, соответственно, ну, то есть, пакет не промокает, жирности снаружи никакой нет. Только от того, что я руками потрогал. Вот, чебуреки довольно горячие. Давай вот я прям пикну, да, попробую. Я хрен знает, куда я там тыкаю, короче. Ну, в общем, вот. 50 градусов. Ну, то есть, 48, 30 это я в пакет. 48-50 градусов. То есть, довольно горячие чебуреки. И я думаю, что нет смысла нам прям уж сильно сейчас ждать, прежде чем что-то попробовать. Манты. Манты выглядят немножко не так, как я ожидал. Такое ощущение, что они чуть-чуть заветренные. Но при этом температура 43 градуса вполне сносная. О, омлетик. Я напоминаю, что это все по 60 рублей. То есть, омлет 60 рублей, вот, яичница на завтрак. Это все по 60 рублей. То есть, ну, цена очень приятная. Цена очень приятная. И я бы не сказал, что у меня какое-то очень разочарование большое относительно того, как это выглядит по факту. Чего меня расстраивает? То, что мне не дали вообще салфеток. То есть, вообще нет салфеток. И нет никаких абсолютно приборов. Наверное, приборы в случае с чебуреками меня беспокоят в последнюю очередь. Но в случае с чебуреками меня очень беспокоят салфетки. Потому что это жирно. Вот, значит, ладно. Проехали, но это мы учтем, естественно, при оценке. Так, как это все выглядит? То есть, как тут отличить, что, где? На каждой упаковке написано название чебурека внутри. Вот здесь В плюс С. А, ветчина и сыр. Да, есть и такой чебурек у них. Здесь у нас сыр и картофель. Сыр и картофель, а здесь говядина и курица сыр. Вот, в общем, вот такие чебуреки. Мы, по-моему, все чебуреки взяли, какие у них были. С мантами чуть сложнее или нет? С мантами тоже можно ли идентифицировать? Вот это, кстати, плюс, что пусть ручкой, пусть как угодно. Нет там фирменных наклеек. Но хотя бы можно понять. Вот, они разделили на четыре части. И более-менее понятно. То есть, тут, конечно, надо немножко вчитаться. Говядина, говядина. По-моему, да, я два взял. Баранина. Здесь кор-кри. Что это? Напишите ваше мнение, что вот это значит слово. Ну, ладно. А, грибы. Блин, картошка-грибы. Картошка-грибы. Вот что это. Ну, давай пробовать чебуреки, да? Каждый чебурек должен весить 110 граммов за 60 рублей. Смотри, а весит 153. Вау, 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 вау. 320. Ну, то есть, от души с перевесом. Мы, возможно, утром заказываем, да? Именно поэтому нам сделали такого уровня чебуреки. Ну, смотри, кстати, они не так-то вымокли. Ну, видно, конечно, что, блин, свежими их есть гораздо приятнее, чем привезенными. Но все-таки. Вы мне очень часто пишите, что фу, противно, когда ты дербанишь еду. И я вот думаю, может мне действительно перестать дербанить еду, а просто пробовать. Хотя, с другой стороны, я вроде хочу вам начинку показать. Ну, вы же меня потом начинаете упрекать о том, что я вот это все раздербанил. Вот как быть, как поступить? Давайте хотя бы просто аккуратно порежем. Давайте, давайте возьму вот самуровский султан. Давайте просто пополам порежем. Очень аккуратно. Я не дербаню. Вы посмотрите, просто филигранный разрез, чтобы показать вам начинку. Чтобы, не дай бог, ничьи чувства не затронуть. Так. Ну, смотри, есть начинка. Как бы, ну, как факт, да? Начинка есть. С этим не поспоришь. Что касается второй части мясной. Это с говядиной. Смотри, она розовенькая, даже не серая, такое унылое, да? Свежий фаршик. Я бы, конечно, мог сказать, что не доготовлен фарш, но это доготовлен фарш. Вот это хорошо выглядит. Это выглядит так, как вот я бы сделал. Хотя, наверное, можно и придраться. Ну, давайте пробовать. Ладно, не дербаним. Слушай, ну, такого, что что-то течет, там прям сочно, ну, такого нет. Ну, блин, ну, доставка. Это что, подожди, было? Это курица. А, курица, сыр. Я думал, грибы, хотя скажу, грибов-то нет. Да и сыра-то что-то особо нет. Просто как будто курица. Не, есть такой солоноватый привкус. Наверное, сыр там. Слушай, ну... Честно скажу, довольно вкусно. Вкусно в том плане, что и тесто нормальное, и начинки достаточно для того, чтобы его почувствовать. Она хорошо просолена. И вот нет вытекания прям соков, но начинка при этом сочная. То есть не сказать, что она прям сухая там курица. Нормальный такой чебурек. Я думал, за 60 рублей это будет, ну, какая-то подстава. Ну, типа там или маленький чебурек, или начинки там вообще не будет. Черт его знает. Ну, давай попробуем с говядиной. Вот с этой розовой говядиной. У меня это не пугает, честно. Мне уже вообще ничего не страшно. Ха! Виталий обзорщик со стажем. Я могу гвозди переваривать. Слушай, вкусно. Это хорошие чебуреки. Это действительно хорошие чебуреки. Единственное, конечно, что мне не хватает в этих чебуреках, это того, что мне их приготовили вот только сейчас. То есть если бы я их взял сразу, было бы в тестах такое хрусткое, знаешь, ну вот как мы любим. Короче, добротные чебуреки. Удивительно. За 60 рублей, ну, в принципе, цена чебурека, она такая и должна быть. Это уже там люкс-места какие-то пытаются брать. По 150 рублей за чебурек. Чехана, это вам претензия. Вот. Да и даже чебуречные СССР, да, они берут что-то. 80, там, или 100 рублей. Вот. Это такие трушные нормальные чебуреки за 60 рублей и очень даже неплохо. Я думал, будет гораздо хуже. И начинка хорошая, и тесто хорошее, и все. Единственное, что плохо, это доставка для чебуреков. В остальном очень даже неплохо. В общем, с мясом чебуреки одобрены. Круто. Я думаю, с чем не стоит тянуть, так это с чебуреком с сыром. Тоже все горячее. Упаковки, упаковки прям годные. И картошка, и грибы. Ну, давай тоже взвесим. О! Тоже чебурек, как чебурек. Смотри, довольно неплохой. А это картошка, грибы. Вот, слушай, я не знаю, Дим, видно на камере? Как бы, наверное, не видно на просвет. Видно там, сколько начинки? То есть, даже не дербаня, видно, что, в принципе, начинка там есть, и она по всему чебуреку распределена. Сколько там, 128? Ну, то есть, тут нормально, по 110 граммов соблюдено. Эти чебуреки чуть меньше тут начинки, чем в мясных были, да? Но все же. Ну что? Я не дербаню. Я аккуратненько режу. То начнете писать гадости. Все, слушаюсь вас. Картошка и грибы. Я бы даже назвал грибы и картошка, потому что, ну, видно тут, насколько грибов по объему, да и по цвету больше, чем всего остального. И вот сыр. Блин, ну не тянется. В общем, торопиться можно было не торопиться. Сыр уже, естественно, ну, подостыл. Сыр какой-то желтенький, наподобие, ну, гауду, наверное, или что это? Желтый сыр такой. Я даже не могу представить, что это. Первое с сыром пойдет, чтобы дальше не остывал. У меня странное ощущение. Я думаю, что оно... Наверное, это просто ощущение. Но как будто бы это не сыр, а смесь сыров. Потому что я чувствую, вот, привкус сыра, типа сулугуни, такой рассольный сыр. Знаешь, такой ферментированный. Ну, блин, я не знаю, как объяснить. То есть, это не просто, там, гауда или голландский сыр натертый, а как будто вот перемешанный с хорошим рассольным сыром. Это вкусно. Сыр распределен по всему чебуреку. И опять-таки, если это был бы свежак, это был бы офигенный чебурек с сыром. Так, картошка и грибы. Вот здесь вот начинки действительно много. Мне кажется, больше, чем в остальных чебуреках было. Вот, если сыр довольно скромно, тонкой полосочкой распределен. И, кстати, вот мне еще нравится, что здесь начинка действительно распределена по чебуреку. Часто вот такое берешь. Я не знаю, вот кафе Помпончик мы часто проезжаем, там, пончики берем и чебуреки. И у них как-то... Они вкусные, там тоже чебуреки, правда, стоят за облачный денег. Вот как раз по 120, там, типа, рублей. Вот. И начинка как бы в середине скапливается. Вот, я не знаю, в чем физика процесса. Здесь начинка прям по всему чебуреку распределена. Картошка абсолютно убогая. То есть, это самый чебурек, к которому у меня вопросы. Картошка, это не только что приготовленное пюре. Это вот, знаешь, когда вот эти вот разбалтывают. Магазинные пакеты продают прям пюре. Добавляешь там воды, разбалтываешь, у тебя получается такая мазанка. Вот. Вот здесь вот ровно такая же картошка. Ну, может быть, я не знаю, хозяева будут смотреть, они скорректируют мое мнение. Но я уверен, что это она дешманская. Грибочки нормальные и пожаренные. Но в целом чебурек складывает впечатление того, что да ну нафиг, короче, лучше вот тех поесть. Или с сыром. Но в целом годно, в целом годно, черт подери. Ребята, все меню по 60 рублей. Что за место такое? Диман, я думал, реально это будет такой выпуск, знаешь, прикол. Типа заказали, а там какую-то хрень привезут. А по факту, ну, вроде ничего. Ладно. Так, у нас остался ветчина и сыр. Хрен с ним. Пускай остался. Давай попробуем манты. Или манты. Пишите в комментариях, как правильно говорить манты или манты. Баранина, говядина, грибы. Борн. Да что такое борн-то все-таки? Вот написано борн. Что такое борн может быть? Баранина может быть. Ну, почему борн? Если была баранина, они бы написали неправильно через Охрен. Хрен с ним, мы можем простить. Но Н зачем в конце писать? Ладно, попробуем. Манты тоже стоят по 60 рублей. Весить должны по 90 граммов. Ну, нет, смотри, тоже, да, по весу нормально все у них. Вот они, манты. Ну, видно, что под заветрыли. Блин, один сломался. Черт. Один мант сломался. Смотри, трагедия. Его даже никак... Вот, все, просто вот он. Вон он. Весь порвался. И у нас вот отдельно еще какой-то мант. Непонятно с чем. А, это курица, грибы. И здесь чем-то мант остался. То есть, ну, по весу они молодцы. Они хорошо делают. Заявляют, ну, у себя на сайте меньше, чем фактически добавляют начинки. Ну, опять-таки, вот, блин, ну, манты резать, наверное, я точно не буду. Давай будем пробовать как есть. Прям вот так руками и заточим. Выглядит немножко неприятно с точки зрения вот этой вот заветренности верхней, да. То есть, как будто бы они подогреты. Это мне не очень нравится. Первый, судя по всему, мне попался с говядиной. Ну, начинки они не жалеют, честно. Извиняюсь, я вам укус давайте хотя бы покажу, чтобы не дербанить, да. Покажу свой укус. Учитывая, что я сейчас половину начинки съел. Буквально секундочку. Вот, смотрите, вот столько там. И там внутри есть бульончик. Ну, вот сейчас попробуем вылить его. Оп. Видишь? То есть, в принципе, сочно, хорошо и много начинки. Давай следующий. Давайте еще один. Ммм. Ммм. О! Вот это с барашкой. Прям как надо. Не фарш, а рубленое мясо. Кусочки мяса, много лука. Ммм. С бараниной прям топчик. 60 рублей брать только с бараниной. Ну, вкусно. Несмотря даже на вот эти вот хвостики. Залипушки, да, подветренные. В целом, как бы основная часть там, где начинка, есть довольно вкусно. Это вообще какой-то увесистый мант. Как его есть-то? С говядиной. Бэм. Да офигенно. Я не знаю, увидите вы оттуда. Не буду я вам показывать. Это некорректно. Показывать укусы. Но все-таки. Начинки они кладут действительно хорошо. И мясо нормальное, и по соли, и по специям. Это хорошо сделано, ребят. Ну, вот тут как раз в мантах, да, и раскрывается секрет вот этой цены. 60 рублей за все. Казалось бы, 60 рублей за чебурек это не очень много. Но 60 рублей за мант, я считаю, что это многовато. Потому что есть места в Москве, где можно купить мант за 40 рублей. Это будет хороший мант. И взял 4 штучки за 160 рублей. И вот так вот. И тебе кайфово. Тут же, чтобы взять, вот мужику поесть получается, да. Но 4 манты надо взять. Ну, окей, 3. Это если вот прям дохлик, доходяга такой. 3 манты взять. Ну, получается, ребята. Ни много, ни мало. 180 рублей. А еще надо и запить. Пусть и тоже за 60. Что неплохо. Так, я взял 2 компота, кстати. Компот. Ну, вот напитки за 60 рублей, я считаю, это очень демократично. Очень хорошо. Короче, как факт, да. Это вкусные манты с хорошей начинкой. Со спорным, конечно, внешним видом. Потому что вот заветвенно. Но это хорошо. Но цена, она как бы не прям дешевая. Относительно чебуреков, можно сказать, что, наверное, да. Скорее, скорее это дешево. Здесь просто, ну, типа нормально. Типа нормально. Как много где. Опять-таки, в Чехане где-нибудь, наверное, один мант будет стоить там соточку. И это нормально. Так, давай. У нас... А, нам доложили. А, вот, кстати. Почему я не могу до конца определить, какие манты. Возможно, у нас даже повторения будут. Потому что у них не было плова. Они мне отзвонились на ломаном русском. Объяснили, что нет плова. И сказали, мы вам на что-нибудь заменим, типа, на эту сумму. Не вопрос заменить. И вот, возможно, один мант какой-нибудь мне попался как раз за подменный, типа. Вот честно скажу, если сравнивать с манты мант. Доставка была, да. Не заказывали на себя обзор. Я его делал. Там манты вкуснее. Вот реально там манты вкуснее. По начинке, наверное, сопоставимо. Но там как-то вот в целом по сочности, по свежести приготовления. Там лучше, ну, грубо говоря, если манты манты это пятерка, вот по вкусу, все как бы прям кайфово сделано. То это 4,5 весьма недурно для торгового центра и доставки, блин, из одного места. То есть это одно там, хотя по телефону, мы сказали, типа, второе место есть, да, Дим, еще какое-то? Да. Так что вот. Ну, еще один мант остался. Блин, он развалился. Я его даже попробовать не смогу. Это картошка и грибы. Да, кстати, иди сюда. Вот этот мант, он развалился сам, я ни при чем. И вот мы по нему посмотрим количество начинки. Давай. Картошка и грибы. Я вам могу сказать, что начинки, ну, действительно, тут, блин, полторы точно столовые ложки. Мелко рублено, смотри, перчик, грибочки. Сделано хорошо. Сделано действительно хорошо. Я могу сказать, что начинка в других мантах, она сопоставима по количеству. У нас остался последний чебурек. Это вещина и сыр. Взвешивать не будем. Он реально, ну, он тяжелее, чем 110 граммов. Вещина и сыр у нас готов. Оп. О! Ну, смотри, тоже ветчина нарезанная таким кубиком, да, типа, перемешана с тем же самым желтеньким сыром, который так и я и не понял, что это за сыр. Да, и вкуснем. Блин, от души по начинке. Я даже, ну, честно, я не могу понять, там, нормальная ветчина. Очевидно, что какая-то недорогая, судя по цвету. Вот. Но у меня не играет роли никакой. Такой нормальный чебурек просто вот заточить холестеринчика вообще зайдет. Короче, делаем вывод определенный по этой конторе, что с чебуреками у них проблем нет. Все довольно вкусно, довольно много начинки, хорошее тесто и бла-бла-бла. Но есть их надо свежими, это как факт. Ладно, у них еще есть завтраки. На завтрак они подают всякие омлетики. По 60 рублей, опять-таки. Это радует, давай попробуем. Вот, смотрите, омлет с ветчиной. Опять-таки, за, вот она ветчина, сейчас мы ее и попробуем. За 60 рублей 200 граммов омлета нам дается, да сколько там? Блин, я не вижу. А-а-а, недовесы. А вот этот, вот яичница, которая доготовилась, смотри. Три яйца, кстати, 180 рублей стоит. Ой, 180 граммов должны есть. Дим. 181. О, все равно недовес, учитывая коробку, да. Короче, ну вот это стоит 60 рублей. Ну, понятное дело, что тут как бы никто не пытался меня обмануть, типа, да. Ну, тут три яйца разбили. А яйца, они разного размера, разного класса. Вот, вилки нет. То есть, тут три яйца за 60 рублей. Приготовлено в сковородочке. Уже сварились, ну, то есть, судя по всему, наверное, когда это только сделали, яйца были хоть немножко. В смятку, ну, нет, здесь уже все, яйцо полностью готово. Либо они так осознанно делают, типа, ну, в ТЦ продавать сырые яйца, как будто бы не стоит. Ну, просто омлет сейчас попробуем. Ой, просто, просто яичница. И вот омлет. Опять-таки, вот этот желтенький сыр, который, я почему-то, у меня ассоциация с Турцией, вот, на турецких завтраках тебе такое, типа, тоже накидают всего. Тоже сырочек там желтенький, и все вот это. Ну, выглядит прикольно, за 60 рублей плюс напиток, да почему бы и нет, черт подери, а? Давай пробовать. Омлет. Вечерна, хрен поймешь. Типа, папа может такая. Я ничего не имею против, папа может. Короче, нормальный омлет. Он не соленый, потому что сыр довольно соленый, и что-то добавлять не нужно дополнительно соли. А вот яичницу с соли не помешало бы. Но соли в яичнице нет. Я, наверное, это бы понял, когда нет соли, где-нибудь вот опять-таки на фудкорте. Но я это не понимаю. Когда мне привозят, то есть, если нет соли, значит, добавьте к заказу маленький пакетик соли. Потому что как-то принято солить перчицу, ой, перчицу, солить перчицу, блин. Солить яичницу? Но я не могу этого себе позволить. Я могу, в смысле, я-то дома. Но если куда-то там заказывать, то, соответственно, нет. Так. Годнота. В общем, яичница годнота. И омлетик, то есть, все по-понятному, все по-простому, и все весьма годно. И самое главное, конечно, что цепляет в этом заведении, это определенно цена. То есть, когда я съел омлет за 60 рублей, во-первых, у меня нет завышенных ожиданий, во-вторых, у меня не может быть никаких претензий, по большому счету. Хотя, вы скажете, все равно это еда, претензии могут быть. А у меня их здесь нет. Нормально, то есть, добротный омлетик. Все, ребята, красавчики. Я считаю, это место обязательно должно быть за 60 рублей позавтракать. Ну, за 120, допустим, взял, да? У них и кофе, кстати, там, кофе, чай тоже по 60 рублей. Наверное, в пакетиках мы заказывать-то не стали. Но вот, например, домашний компот. Домашний компот. Дим, мне скажут, что я предвзят, попробуй. Просто шикарнейший домашний компот. Я не настаиваю. Либо, может, у меня что со вкусом? Нет, клевый такой, насыщенный. Прям после вкуса я кайфовый. Ягодный. Короче, друзья мои, за 60 рублей, я вам скажу, это самый вкусный компот за 60 рублей. Это самый вкусный компот за 100 рублей, который я пил. Насыщенный, ягодный, классный вкус. Круто. За 60 рублей компот обязательно берите у них. Ну, пробовать лимонад родников. Подожди. А, так это не лимонад, это дюшес. Я не буду пробовать фанту, я не буду еще больше. Вот. А пробовать я буду, знаешь что? Я буду пробовать десертики. Десертики. Улиточка. Еще одна улитка. А, вот, это мне положили как раз, я вот эту улитку не заказывал, мне ее положили взамен плова. И маффин. Ну, что сказать, ребят, за 60 рублей мягкая, свежая улитка. Она не теплая, но она мягкая и свежая. И такой же свежий маффин, причем еще и с ягодами. Вот. Мягенький, хороший маффин. Раздербаню, ладно. Хорошо пропеченный. Я, честно говоря, не знаю, это собственная выпечка или нет, или им привозят там как-то, да. Мне кажется, я такое много где видел. Ну, то есть, вот эти вот улитки, эти маффины, в таких же прям черных упаковках. Наверное, все-таки им привозят или полуфабрикаты. Вкусная улиточка. А это что-то с корицей, блин. Не люблю, конечно, корицу. О, блин. Вот эта улита, которая с корицей, даже поинтереснее. Там внутри что-то типа джемчика. Бусть он и с корицей, но все-таки он такой посочнее. Посочнее прям такой классный, классный улитчик. И та, и та хороша, по 60 рублей. Ну, опять-таки, наверное, там, цена им там рублей 30-40, но тем не менее. И маффин. 3000, ребят, у нас обзор закончился. Ты знаешь, он заканчивается на очень позитивной ноте. Во-первых, потому что чизкейк.ру у нас есть, да? Меня не расстраивает. Ну, хоть и вкусный маффин, и хоть вкусная улитка, но все-таки тарталетки малиновые у меня в холодильнике размораживаются. Еще он заканчивается на хорошей, приятной ноте, потому что... Ну, что сказать, ребята? В целом, это добротная еда. Это честная еда. Это нет, вот знаете, ощущения распыления. Потому что, когда вот многие в обзоре на димсам, да? Заведение димсам, которое должно заниматься димсамами, но они еще занимаются и роллами, и всяким прочим... И всяким прочим. Пицца, по-моему, не возят. И слава богу, короче. Но заниматься димсамами, занимайтесь димсамами. Вот эти ребята не стали распыляться. Ну, да, типа завтрак они делают. Они делают завтрак, там, яйцо, ветчина. Но у них зато есть 10 чебуреков, у них есть, там, 8 видов мантов, и все. Вот это основное меню. И когда ребята занимаются чем-то сконцентрированно, у них получается хорошо. Понимаешь? Может быть, это не самые вкусные чебуреки в мире и не самые идеальные манты. Твоя бабушка, естественно, где-нибудь там в Узбекистане сделает вкуснее. Но это качественно сделано. Это сделано качественно, и видно, что ребята тоже знают толп. Вот, равно как и манты-ман, которые занимаются мантами вот этой кухни. У них получается хорошо. Жалко, что я еще не попробовал плов. Мне кажется, и плов бы у них оказался неплох. За 60 рублей. Ну и, конечно, приятная цена. То есть здесь за 300 рублей ты можешь весьма недурно покушать. Особенно на завтрак. Вот. В общем, все. Выставим оценки. Выставим оценки. Подведем итоги. Хотя я их уже подвел. И вы все, наверное, поняли. Все, наверное, запомнили. Ставим оценки. Выставляем оценки. Так, ладно, короче. Сайт, стрёмный сайт. Я поставлю тройку по той простой причине, что он вообще странный и неинформативный. Для того, чтобы добавить, например, ну опять-таки, неинформативный, да, то есть граммы есть, с чем манты и чебуреки тоже есть. То есть информация присутствует, да. Но опять-таки, заказ не очень удобный, потому что для заказа, во-первых, открывается какой-то отдельный подсайтик внутри сайта. И в этом подсайтике в окошке ты начинаешь заказать. Чтобы заказать блюдо, тебе надо войти внутрь как бы блюда и подтвердить заказ. Мне дергаются там, да, у многих же похожие звуки. Перезвон, озвученное время доставки. Мне никто не перезвонит, потому что мы заказывали через агрегатор, у них свои доставки. Она, кстати, есть. Кстати, да, мы пытались через сайт заказать, и у них есть зона доставки ограниченная. До моего адреса чуть-чуть она не доходит. Но при этом через агрегаторы это все возится не вопрос. Поэтому перезвон... Ну, давайте поставим как бы пятерку, потому что, ну, то есть я контролировал процесс, я понимал, где находится мой заказ, в каком он состоянии. Фактическое время доставки я поставлю 2, потому что долго. 1.40, 1.45 приблизительно. Это очень долго, хотя приехало довольно горячее. Так, а, подожди. Перезвон, озвученное время доставки. Ну, 5 в приложении стоит. Да, ну, да, блин, тут сложно с баллами сейчас. Какой-то смысл теряется уже. Ну, будем выставлять все равно, тупо стараться. Тупо стараться. Фактическое время доставки я поставлю 3. То есть они за 90 минут написаны в описании в приложении, да. Тем не менее, я поставлю 3, короче. 1.40 это долго, конечно. Наличие сдачи у курьера поставим 4, потому что сдачи мы не требовались. Оплачивали опять-таки Apple Pay. Вежливость персонала. Я бы не сказал, что нет какой-то вежливости персонала, нет понимания того, что они говорят. Вот нам несколько раз звонили там, согласовать отсутствие плова. Курьер звонил, потерялся, он в какой-то соседний дом там уехал. Но при этом Дима сказал, что очень приветливый был, да, когда тебе передавал еду, типа, да. Давайте поставим 4, хотя я бы поставил меньше из-за того, что вот нет четкости в речи с клиентами. Фирменная упаковка. Ну, тут просто я поставлю 2, но за качество упаковки я поставлю 5. И знаете по какой причине? Потому что тут как минимум все подписано. Ну и, конечно, вот эти пакеты с целлофаном внутри, это хорошее решение для чебуреков на самом деле. И все доехало, не прожирнилось, так сказать. Вот даже в помпончик в этой раскрученной сети чебуречных и пончиковых, да, у них такого нет. Тебе дают, тебе все промасливается в пакете. Поэтому за качество пятерка, температура блюд, ну давайте поставим 4,5, весьма неплохо, да. Теперь вес блюд. Смелая 5, хотя были недовесы в омлете, блин, ну, ну ладно, окей, 4,5 поставлю, как бы, ну, и то не потому, что я прям чем-то недоволен. По вкусу это прям смелая четверка, это хорошие чебуреки, хорошие манты, это абсолютно нормальные омлетики. Ничего особенного, но сделано годно. Я поставлю 4, ребятам. Внешний вид, вот за внешний вид я поставлю тройку, и то из-за мантов. Манты вот подветренные все-таки чуть-чуть расстроили. Температура напитков 3, я для вас не замерил, но они были температурой где-то градусов 23-25. Вот, возможность оплаты картами, ну, давай, учитывая, что они через агрегатора возят, поставим 5. И адекватность цены-качество, ну, блин, без базара, это оценка важная, и просто пятерку ставлю, потому что, ну, цены адекват, скажем так, ну, это не то, что прям дешево, но это капец как вот прям нормально. Вот прям вот вообще нормально, как будто бы ты где-нибудь у метро съел чебурек, или в каком-нибудь там, в дешевой чебуречной съел чебурек, и при этом, но при этом это и с доставкой тебе привезут, еще и находятся в торговом центре. Хотя я не видел, как это все выглядит там, никогда не был в Капитолии. Итого, чебуреки и манты набирают 79,6 баллов, это говорит о том, что это, в принципе, нормальное место, можно заказать, и абсолютно точно уверен, что можно зайти на месте все это поесть, и будет даже прикольнее, чем с доставкой. Первый раз, когда, наверное, я готов реабилитировать тему с доставками чебуреков, чебуреки доехали в съедобном виде, по крайней мере. Вот, опять-таки, вспоминая кафе Помпончик, я иногда заезжаю и беру чебуреки, чтобы доехать до дачи, у меня тесть любит чебуреки, я возьму несколько чебуреков, они вкусные, на месте прям здорово там их есть. Но я доезжаю от кафе Помпончик, до дачи мне ехать минут 15, максимум 20, и чебуреки превращаются в гребаную кашу, в общем, я не знаю, в чем магия. Может быть, в этих пакетиках, может быть, просто потому, что тут чуть потолще тесто, наверное, чем в Помпончике. Черт его знает, короче. В общем, место годное, советовать вам не буду, но если вы зайдете, полагаю, что вы сильно не обломаетесь. Вот, надеюсь, вам этот обзор понравился, мне лично очень понравился, зацепились мне за глаза, скажем так, цены, и в итоге вышло весьма неплохо. Вот, и не забывайте, пожалуйста, про акцию от cheesecake.ru, по промокоду покашеварим7 до 20 июля. 40% скидка и тарталетки в подарок, а после 20 июля просто скидка 40% будет действовать на их прекрасные, вкуснейшие. Мои любимые, мои любимые. Это очень важная добавка, очень люблю десерты, действительно. Десерты. Все, ребята, все ссылки в описании. Также не забывайте посещать сайт покашеварим.ру, оставлять отзывы на заведения. Мы с вами вместе делаем народный рейтинг, который никто не влияет на этот рейтинг, кроме вас. Пишите свои отзывы, мы их публикуем в обязательном порядке. Ставьте там лайки, дизлайки тоже под отзывами. Да, пожалуй, все. Спасибо, что посмотрели. Хорошей вам рабочей недели. Увидимся в следующее воскресенье. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok